Внимание тех, кто сочувствует бездомным собакам и кошкам, сегодня приковано к приемнику для безнадзорных животных. С конца лета его передают в ведение Госветуправления. Чиновники обещали, что в приемник вложат большие деньги, преобразуют его в приют, и все здесь будет прекрасно. Однако, возможно, на деле это далеко не так. 24 сентября в группе приемника появился пост, где волонтеры рассказали о визите будущего начальника приемника Юрия Бакаева, руководителя Госветуправления Кстовского района. Добровольцы зато верный друг пытались выяснить дальнейшие перспективы приемника и животных, которые там находятся. Из плюсов – приемники со дня на день должны начать делать ремонт. После этого приемнику присвоят статус приюта. Но на этом положительные стороны заканчиваются. С другой стороны, он сказал, что здесь будет осуществляться только программа ОСВВ, то есть отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. По программе ОСВВ животные содержатся в приюте 20 дней. За эти 20 дней их стерилизуют, прививают от бешенства и выпускают. При этом, со слов волонтеров, Юрий Бакаев заявил, что щенков и котят принимать не будут. Напомним, сейчас большая масса подопечных приемников – это именно щенки и котята, которых либо ловят на улице, либо приносят горожане. Здесь бывшие домашние животные и те, кто родился на улице, находятся под опекой волонтеров, которые их кормят и пытаются найти хозяев. Куда щенков и котят девать после передачи приемника – непонятно. Я сказала, что можете относить их в госветуправление Сарова, там снимать для них клетки по коммерческим ценам. Мы – некоммерческая организация. У нас единственный доход – это пожертвования неравнодушных горожан. Этих пожертвований едва хватает, чтобы содержать животных на корма медикаменты. И арендовать клетки по коммерческим ценам мы просто не в состоянии. Тем более, что у нас на руках единовременно до 80-100 животных. Он сказал, что волонтеров быть не должно. Вот этого безобразия, он сказал, не будет. И приема от населения животных тоже не будет, будет только отлов. Также на встрече Бакаева с волонтерами речь шла о том, что в Саровов будут свозить животных со всей округи. Выпускать их после стерилизации обещают там же, где и поймали. А это дополнительные расходы на трансфер, например. Обеспокоенные этой ситуацией волонтеры отправили письмо главе города Александру Тихону. Пока пришел ответ только от администрации. На месте приемника по заверениям чиновников создадут приют, где будут жить те животные, которых нельзя вернуть на улицу. Ввоз отловленных за пределами города животных пока на этом этапе не планируется. Наша редакция отправила запрос на имя Михаила Курюмова, председателя комитета ветеринарии Нижегородской области. Мы вернемся к теме передачи приемника в ближайших выпусках новостей после того, как получим ответ. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.